Всем добрый день и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вновь в гостях у моей сестры и она разрешила нам предоставила такую возможность полюбоваться изделиями, изготовленными ей Она связала очень много работ очень много нарядных различных платьев, кофточек Начнем мы вот с такого костюма Это верхняя часть Как бы маечка связанная Она из пряжи Элизе Форева Вот такая пряжа Здесь 280 метров в 50 граммах И к верхней части прилагается вот такая юбочка Здесь связано Оно вот видно еще где-то как бы молочный не белоснежный а вот молочный цвет и он идет с эффектом вот как с блестками как бы идет металлизированный Следующая Это вот такая кофточка Это уже тепленькая кофточка Она связана Поближе посмотрим вот таким узором Рукав три четверти И связана из пряжи Джанго Мягкая приятная на ощупь пряжа и точно так же вещь из нее очень теплая Следующая мы перейдем вот к такой тунички мятного цвета или светло-зеленый связанный из пряжи не помню Какая но что-то напоминает ку-ку не очень тонкая вот такая Здесь получается связан узор из квадратов верхняя часть как бы кокетка и по низу обвязана узором как веерочки что ли на левой стороне возможно возможно и на левой стороне не все предусмотрели наверное вот так Следующая вот такая замечательная тоже как бы блузочка туничка что ли очень легкая связанная из пряжи Анна мерсеризованный длинноволокнистый хлопок здесь в 100 граммах 450 метров очень приятная на ощупь даже по ощущениям очень тонкая и на жаркую погоду очень облегченная вещь я считаю что незаменимая что в носке Следующая переходим вот такой немного потеплей тоже туничка связанная из пряжи Элизе Дива меланжированная здесь 350 метров в 100 граммах связана это уже больше столбиками с накидом и сеточкой перемешку Следующая вот такая замечательная кофточка она очень легкая что-то напоминает не подскажем из какой пряжи связана но она напоминает махер потому что вот если поближе посмотреть то идет немного мохнатица как бы рисунок и вот такой узор ананасы и понизу немного расклешенная мне кажется вот этот вот здесь узор ананас а сюда переходит немного другой веерный какой-то узор давайте вот так я разделаю чтобы было лучше видно вот вот так и здесь расширяется очень тоже она мягкая и ну почти воздушная но она теплая кофточка такая следующая кофточка очень теплая из пряжи не помним с какой связана вот такой фасон у нее рукав длинный и она так как бы распашонкой либо на поясочек ее можно носить и еще вот она использует здесь пристегивает булавочкой связана обычными как бы вот арочками по верху и по низу узор посмотрите такой она конечно после стирки сбежалась эта пряжа так как все-таки видно что это уже где-то ближе к шерсти и она очень плотная следующее мы переходим к юбке юбка в пол у нее прозра ой так как она прозрачная для нее сшит чехол тоже в желтом цвете вот такой вот узор тоже веерочки обвязанные пико поверху пропущенная резиночка связанная с пряжей коко такая юбка следующее это такой славный милый сарафанчик понизу у него тоже идет подклад но это всемирный любимец наверное ютуба как-то одно время очень много таких сарафанов гуляла по интернету шили вот в прошлом прошлым летом вязали и связала она тоже вот такой сарафан необычно смотрится из меланжированной пряжи как-то вот ну необычно что цвета цветовая гамма идут переходы мне очень нравится как оно смотрится связано также из пряжи элизе элизе дива меланжирована уже я показывала вот из такой пряжи ну и теперь переходим к сарафану или к платью связанному из она узором ананас полностью и хотелось бы вот обратить внимание как расширяется ананас вот узор ананас вот видите в нескольких местах двух четырех ну в общем по кругу набираете кому как нужно уже и по расширению можно прибавить вот так следующее это вот такое черное платье не коктейльное не маленькое довольно такие чуть скрывающие колени здесь не видно фон ой сейчас подложим чтобы видно было рисунок оно сверху связано узором даже я не подскажу вроде не лилия а нет ананас нет не ананас вот так такой узор попаду ой по талии идет обычная сеточка филейной филейная сетка и на подол переходит ананасы вот вновь идут ананасы ну или вот это вот такой узор я не подскажу какая пряжа это мне кажется нет не магик нет это не магик но у меня дома есть если если кого-то заинтересует это теплая пряжа либо магик но это акрил и в нем пропущена ниточка как металлизированная нитка вот тоненькая пряжа тонкая и вот я с ремонтом испортила все руки но вот такая пряжа последняя интересная очень работа это вот такое платье рукав три четверти по как бы по низу рукава по поясу и по по горловине идет вот рисунок из квадратов а точно и точно так же он пропущен по низу по два на поясе и по низу идет по два квадрата в высоту по горловине как бы кокетка нет кокетка да вот кокетка идет квадратная кокетка и по рукавам само платье связано простым не очень дырчатым узором смотрится очень оригинально вот такие связано оно из пряжи Анна уже я показывала ранее как выглядит пряжа ну и всем спасибо за внимание спасибо что вы были с нами и очень будет приятно если вы что-то возьмете себе на заметку либо будете писать комментарии ставьте пальчик вверх если вам понравилось видео работы моей сестры и всем пока пока это куча